Стан потерпелых на Схидзельском цукровом комбинате застается тяжким. Нагадаем, у ночи с 24 на 25 лютого на предприемстве отбылась вспышка полиповетранной сумеси, от которой потерпели пять супрацовниц. Женщины с запеками 50% тела и больше, а так само бара с травмами были доставлены в реанимацию Гродно. Зараз специалисты больницы худкой медицинской допомоги протягивают профессийный догляд за потерпелыми. Ирина Юшкевич об дальнейших заходах в борьбе за житие и здоровье женщин. Над один момент три пациентки, которые в прошении консилиума были сдольны перенести переезд, отправлены в Минск, в реанимационное отделение Республиканского опекового центра. И еще две женщины в связи с тяжким станом находятся в реанимации Гродненской больницы худкой медицинской допомоги. Состояние пациентов остается тяжелым. Пациенты находятся на искусственной вентиляции легких, пациенты находятся в состоянии медикаментозной седации. Им проводится интенсивная терапия. Рошение о переводе двух потерпелых у столичный центр Пакуль откладено за их стану. Для консультации у Гродно с Республиканского опекового центра специально прибывают опековый хирург и урадший аниматолог. На поширенном консилиуме яны примут рошение об дальнейших деяниях. Перевод этих двух пациентов в субботу не был возможным в связи с тяжестью их состояния. На сегодня планируется при очередной раз приезд республиканских специалистов для корректировки лечения и решения о возможности перевода этих оставшихся двух пациентов в Республиканский центр ожога. Нагадаем, у ночь на 25 лютого у галереи Скидельского цукрового комбината, яка исполчает цех упаковки и фасолки с шахтой и лифта, отбылась вспышка пылеповетренной сумеси. У вынику потерпело пять супрацовниц. У них тяжкие опеки и серьезная бара травмы от выбуховой хвали. По факту служебной халатности, повлекшей по неосторожности тяжкие последствия, возбуждено уголовное дело. На месте происшествия продолжают работы следственные оперативные группы Центрального парада Следственного комитета под руководством первого заместителя председателя, областного управления Следственного комитета, эксперты, а также сотрудники МЧС. Вядомо, что на Скидельском цукровом комбинате работа цеха по упаковке и фасолки часово спынена, а лет грузка продукции проходит в штатном режиме.